Веселая история 10 А теперь давайте представим, что прошло 90 лет И сейчас Хиган 2100 Ура, ура, сука! Отлично! Сегодня первый день, а не на фестивале Хиган 2100 Ага Я хочу посмотреть настоящий призгардан А я хочу купить себе огонь из новых моделей Теперонек Ааа, вот оно что! Хе-хе-хе-хе Ух-ух, 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 ух-ух Надо же, твой же фугасик, она 2100 Фу ты ну ты, заблудился Да-да, билет у меня, жестко Эээ, хлопчик, ты на аниме фестиваль? Да Проводи меня туда, пожалуйста, а то старичок заблудился в новостройках А вам туда зачем, дедушка? Вам что, аниме нравится? А то, хлопчик, я аниме 16 лет смотрю, а сегодня уже как 100 лет анимешник Не может быть, этого не может быть, а таких как вы, я в книгах по истории читал Вы какой анимешник? Вы из тех, кого называют первое поколение? Все верно, хлопчик, все верно Не может быть, очень много информации было утеряно У меня столько вопросов к вам Скажите, вы видели оригинальный первый сезон с целыми? Конечно Эээ, как там было? Сэр, вон, трусы, полоску, волшебная клизма, помоги Оооо, вот это да Вы видели, самый первый сезон в народе Еще А что? А что, он все еще идет? Да Сейчас и пустили на этот сезон Ооо, вот это да Кстати, а мы на фестивале опоздаем Да-да, конечно Войдемте Я познакомлю вас с моими друзьями А на фестивале будут настоящие девушки-кошки Конечно И на эти кошки будут вперед Наконец-то Моя мечта сбылась Хе-хе-хе-хе Э, придурки! Вы че тут делаете? И что в тебя.. Ты все испортил Бабу Русайной И что же это я испортил? Мы тут фантазировали Как оно будет через 90 лет Как будет проходить Хигана в 2100 Да-а-а! А че тут фантазируют? Я считаю, что наши фестивали всегда будут уникальны. А это почему? Злой брат. Белорусские и русские анимешники самые сообразительные и находчивые. Да ну, и чем же мы выделяемся от других анимешников? Пожалуйста. Именно мы придумали жабный косплей. А это че такое? А это когда ты первый раз посмотрел аниме-пенсии, потом открыл шкаф с одеждой родителей, достал оттуда красный плащ мамы, одел его в тот же самый пабукан. Он прям как по мне жил. Все, ты разговариваешь сейчас, я сам берегу, а первая, а первая, а первая, а вторая, 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 а вторая. Или когда ты берешь синий носок, отрезаешь у него кончик, и вот у тебя уже ботинки, как у линдзя у Паруто. Ха-ха-ха, точно. Как я мог такое забыть? Злой правильно начал тему. Наши анимешники круче всего. А я вот помню, как мы начали искать аниме у нас в городе, когда его еще было совсем не найти, хотели мы все равно... О, пацаны, а это тут проходит фестиваль китайских мутиков «Угла», ага? Повтори, что ты сказал? Поздравляю, поздравляю, только не бей его по лицу. Он еще молодцы и глупы. Повтори, кто проходит фестиваль китайских мутиков «Угла», ага-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га. Это не китайские мультики. Ты понял меня? Да-да-да, я все понял. Отпустите меня, пожалуйста. Сегодня я не могу. Я тебя отпущу. Но сначала я сделаю тебе свой супер удар. А? Давай. Хай-хай! Ёсс! Эй, моя очередь! Эй-хай! Перед мышцами Хай-хай! О-о-о-о-о-о-о-о-о! Свет Wol ambul similarity Жёстко вы его! Человек. Существо разумное. Он должен называть вещи своими вниманиями. Вот здесь полностью поддерживаем точку зрения господина Злой Дочеркова. Так, Ай, что ты там начал говорить? А, так вот. Вспомнить вначале, как мы искали диски с аниме в нашем маленьком дворе. Я нашёл все двадцать шесть семь чугитов. Готовьте болванки смертные. Всем перемешу. И наш Бог. Сколько было счастья. Пацаны! Эй, пацаны! Что случилось? Я написал песню. Брани Мэшника. Да. Ага. И сейчас я у неё спою. Раз. Два. Песня про Немэшника. Песня про Немэшника. Ага. Ага. А вот я ой, я не очень... Есть ли, Лёй Пэнс? Ну, как вам песня? Да, очень здорово. А главное, сколько энергии. Слушай, раз мы тут заговорили о музыке, я приду отличную джей-рок сцену. Джей-рок сцену? Ты с ума сошел? Нам костюмы нужны за 500 бат. Естественно, костюмы нужны. Да не надо нам костюмов. Главное смысл показать и раскрыть характер персонажа. Я не понимаю, как можно сделать джей-рок сцену без костюмов? А, вот, смотри, вот сценарий. Генерально! Ничего себе, так просто! Итак, наш ролик. Я искуситель, ты тематик. Актив. А ты, Смоленович, пассив. Я? Пассив? Зря ты назвал его пассивом. Ну, ладно, наоборот. Начинаем! Джей-рок сценка, посвященная любовному треугольнику. Джей-рок сценка, посвященная любовь. Джей-рок сценка, посвященная любовь. Джей-рок сценка, посвященная любовь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот вам настоящий секрет успеха джирок-сценок. Все должны сдохнуть. И чем больше нас ценит руку, тем лучше. И все же, все же, сколько чудных открытий нам аниме дает. Вот опять же, косплей. Вроде все просто. Шьем или покупаем костюм. Одеваем и идем на фестиваль. Те, кто мало в этом разбираются, скажут, что это просто маскарадный. Но нет. Сначала ты должен стать героем в душе. Ты должен думать, говорить и вести себя, как твой герой. А я вот в детстве карлос на косплее. Я косплеил на новогодней елке. И так вжился в роли. И... Да-да, я понимаю, о чем ты. Косплей как искусство перевоплощения. И именно за это я люблю аниме. Там можно стать гемополкой. Ага. А помните, как мы после финал фэнтези бою страйк. Злой речь, тащи наше оружие. Давайте покажем. Но для этого нам нужен сильный противник. Без проблем. У нас косплейщиков много. Демок. Готовьтесь, анимашники. Сейчас, как-нибудь дай. Окей, потанцуем. Уделаем его, парк. Как тебе это? Как тебе это? Покажи мне свою силу. А как насчет этого? Я называю великие силы. Безумная толпа анимешника. Давайте закончим. Ну, пацаны, совершающий удар. Ха-ха-ха. Соцедини. Окей. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Писать фанфики, снимать фильмы, делать костюмы, выучили иностранные языки или стали музыкантами. А кто-то даже нашел свою вторую половину или верных друзей на всю жизнь. И каждый раз, когда начинается новый фестиваль «Хиган», хочется, чтобы он никогда не заканчивается. Каждый раз, когда он заканчивается, мы ждем, когда будет новый. И каждый раз, когда мы пересматриваем фотографии в фестивале, мы улыбаемся. Ведь это память на всю жизнь. И, быть может, когда пройдет 90-е лет и будет «Хиган-2100», наше будущее поколение увидит памятник. Памятник первым белорусским и русским аниме. Памятник первого поколения. И он будет именно здесь. Не верите. А в нашем мире все. Давайте вспомним, посмотрев на это, как много лет прошло с тех самых пор, как ширкостью гуляли на рассвет. И как прохожих привлекали взор. И вспомните, вокруг все говорили, что это детство, тратим время зря. Но мы же жизнь свою руками сотворили. Мы анимешник назвали у себя. Косплей пижамы, шляпы из картона. До поздней ночи в интернете мангу ждем. У друга есть, живет через ладонну. И вот бежим, схватив болвану под дождем. И помнишь, собирались вечерами какао, смех и новенький сериал. Как постеры ноября пропускали. На полке дома пичиного стояла. Играем в роли, проживая образ. За шкафом свалим картонные ничи. Рисуем, сохранив людину в августе. Мы анимешник, мы в моем заключении. Пацаны, пацаны, простите меня, пожалуйста. Я был неправ. Вы такие классные. Можно я буду с вами? Конечно, ведь сейчас аниме-фестиваль Хиган 2010 только начинается! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok